Я не скажу, что я попробовал вам, но я скажу, что такое познание. Эй, детишки на ютубе, привет, зубы. Блик, вы мой, сука, блик. Ну что там, блик, сука. Наконец-то есть камера, в которой видно себя. Вот что ты сказал на самом деле. Представляешь, человек, который достаточно привык к своему внешнему виду с телекамер. Он же уже привык к себе таким ощущать. И его стопудово будет не очень удовлетворять окружающий мир и его реальность. Почему ты такой ученый выбрал меня? Такую размузданную дурочку. Наверное, самая красивая часть во мне – это моя шея. Длинная, как у жирафа, ты посмотри. Почитаю стихи. Посмейте, негодяй, меня еще ужалить. Запомните, на век монарх, чьего пожар. Вы мнетесь под рукой, как волны под боржами. И вашу зы... И вашу ёб твою... И вашу мать... И ёб ваш мать... Твое тело наполнится надменной силой налетого кровью вздыпленного члена. Почему я советую тебе? Танцуй перед своим отражением. И ты влюбишься в него. Тебе не отвертеться. Это танцуй нарцисс. Что это, Сеня? Откуда это у тебя? Из Парижа. А как ты нашел это? Я нашел это на свалке. Ну и что, круто. Все хипстеры так делают. Я сам ее даже никогда не раскладывал. Потому что даже страшно к этому прикасаться. Наши дети уже не смогут найти за нами ничего такого. Иллюстрация всего того, что люди пытаются сделать. Всю историю человечества. Сами же себе обрывают руки. Я даже не понимаю, что это. И возможно ли узнать. Это какая-то игра. Саму она принадлежала. Посмотри. Это все прошедшая эпоха. Ее не восстановить по видео. Не заглянуть внутрь. Ну ты прям так печально об этом говоришь. Я не думаю, что все прям так печально. Мне кажется, это не прошедшая эпоха. Просто кто-то выкинул ненужную игру. Эпоха есть эпоха. Эпохой. Если человека погрузить в настоящий цифровой мир. Им, конечно, вообще все, что сейчас происходит, покажется чем-то неправдоподобным. Как жалко. Как жалко это все разбрасывать с попу. Не будет ничего, что это было чего-то. Понимаешь, однажды спустя, неважно сколько лет, это увидит человек. Подумает. А я тоже человек. Долго им придется объяснять, как мы тут жили. Что жизнь так быстро летит, и мы все умрем. И нет смысла вообще никакого. Вообще ни в чем. Я могу долго перечислять, в чем может быть смысл. Я его пытался найти. Во всем. Я так далеко зашел в поисках этого смысла, что это даже звучит пафосно. Мы действительно можем часами просидеть в разговорах о знаниях других людей, о смысле жизни, об их опытах в поисках смысла жизни, о моем собственном опыте поиска смысла жизни. Мы очень долго можем об этом поговорить. И, блядь, эта жизнь не начнет иметь смысл. Это все полная хуя. Блин, персонажи прикольные, интересные. Я думаю, кто-то умер, и просто вынесли вещи на улицу. Они могли переезжать. Я думаю, он умер. Вот распечатанность. Это цветной принтер. Цветной принтер 21 век. О чем ты говоришь? Просто, блин, я не знаю, выкинули, потому что переезжали. Или просто выкинули. Знаешь, что в Америке айфон можно найти на помойке? Что, это кто-то умер, а айфон выкинули? Это просто так айфон выбрасывают. Чтобы русские бабжи подбирать. Как и в Париже, с твоей стороны. Ну, они же приезжают сюда и тоже что-то ищут. Они ищут здесь икру. Нет. А приходят, отыскивают что-то. И жопу. Нет. Русская красавица. Все едут за какой-то мечтой куда-то, я уверена. Они пишут даже в Фейсбуке. God bless America. Знаешь, что это? Это общественное мнение. Нет, типа, Бог поцеловал Америку. Они серьезно любят свою страну. Если другие мечтают приехать туда жить, те, кто там родился, считают себя с лифчиками. Я тебе обещаю. И вот мы стали. Такими замками, которые засирают. Что засирают? Запад. Типа, да они бескультурные. Почему они все? Что такое культура? Блядь, как меня бесит эти рожи в музеях. Приходят, блядь, на Рафаэля, на Гогена. Ходят такие, смотрят. Я бы на эти картины, я бы бухала в этих музеях. Как можно приходить смотреть творчество, будучи трезвым? Сесть на полу пьяным с бутылкой и обсуждать картину Гогена. С кем угодно. А еще бы я хотела, чтобы Ренату Литвинову, ну, иногда запрягали в ошейник, грубо сказано. Просто в ошейник нацепить. И проводили в музей, там, где картины. Картина, галерейная такая шлюха. Чисто духовного уровня. Только никаких плоских связей. Можно в платье или в чем угодно. И можно водить около картины, с ней ходить. Думаешь, мы лучше? Нет, ты что? Вообще-то я ее не собиралась сейчас обижать. Это был очень даже нормальный комплимент. Комплименты должны быть нормальными, адекватными. Чтобы никто никого не водил на цепи. Никто не бухал. Что делать, когда не получается искусство? Делать вид или вообще вот так молчать? Можно я почитаю цепи, что я русская девочка? Бон аниверсэр, пулет. С днем рождения, курочка. Ку-ку, маленькая дорогуша. Я надеюсь, что мы скоро друг к другу поцелуем. Бля, это что, подружка ее? Они в одном классе. Вот это французы! Охренеть! Представляешь, одноклассница в России никогда такого не пишет. Не только в России, нигде. Моя маленькая дорогуша, моя курочка. Где-нибудь видел такое? Там, где не было блокады Ленинграда. Зато они срали из окон на улице, на голову своим соседям. Ну вот поэтому все и ходили курочка-курочка. Сеня, что ты палачишь? Тебе жалко Россию? Это будет просто предательство дедов, если мы будем... А из чего мы будем? Выебываться. Мы вообще не выебываем. Что мы, блядь, курочки? God blames USA, что там? Расцветали яблони и груши, проплыли туманы над рекой. Ой, выходила на берег, Катюша, на высот берег мой крутой. Выходила на берег, Катюша. А что мы скажем? Поэтому нам не надо ничего доказать. И все, бессмысленно. Синь. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...